Женщина-водолаз на службе у спасателей. Морозным утром на Днепре свое квалификационное задание спуск под лед исполнила Оксана Чехместренко. Экзамен сдавала на глазах у начальства и под наблюдением десятков телекамер. Как проходило испытание и кто она? Отважная ныряльщица, расскажет Николай Антофейчук. Оксана Чехместренко облачена в 20-килограммовый гидрокостюм. Она единственная женщина-водолаз в спасательной службе Украины. Глубина этой проруби 5 метров. Одна из опасностей зимнего погружения – это обмерзание акваланга. Главное же требование к водолазу – это холодный рассудок и самообладание. Посмотреть на квалификационные погружения новой сотрудницы прибыл лично глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Он не скупится на комплименты и говорит, что Оксане под силу такая работа. Никакой разницы между задачами человека и Оксаны не будет. Оксана это ждет вперед. Додатковая зарплатная, повышение и так далее. Оксана излучает уверенность. Мы очень сильные, но много женщин этого не знают. Несколько минут приготовлений и Оксана погружается под лед. Минуты полторы и спасательница снова на поверхности. Опасения оправдались. Система подачи воздуха подмерзла. Тем не менее погружение прошло успешно. Спасатели мужчины мгновенно окружают коллегу. Гритность? Да, гритность. Оперативно греемся. Инструктор Владимир Сковородко выполнением упражнения удовлетворен. Достатньо добрый и трички треба набратися практики. Один 300 будет достаточно. Сияющие глаза, улыбка и огненно-рыжие волосы. Такой мы увидели Оксану уже без гидрокостюма. Она занимается легкой атлетикой и борьбой. Чтобы попасть в водолазы-спасатели, месяц слушала лекции. Не нужно всего бояться. Ну вот так вот захотелось. Такая у меня была жага, такая у меня была желание, такая была у меня мечта. Найголовнейшее не хвилюваться, не впадать в панику. Первая в Украине спасательница-водолаз – мать троих детей. Вышивает бисером и вяжет крючком. Говорит, в семье ее экстремальную работу одобрили. Теперь Оксана вынашивает очередную мечту о собственной кондитерской плавке. Николай Антофичук и Александр Скиба. Сегодня канал Украина.